Разбор полетов с руководителями окружной сферы образования по итогам встречи со студентами средних профессиональных учебных заведений не заставил себя ждать долго. Напомним, в минувшее воскресенье, накануне Дня студентов, губернатор провел встречу с учащимися СУЗов Нарьинмара. В ходе встречи студенты Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа пожаловались главе региона на невыносимые температурные условия в здании учебного заведения при экстремальных минусовых температурах. Ситуация в нем плачевная. В том, что любой мороз, мы все учимся в куртках, ботинках, баллонках и во всем подряд. Что теплее, то и оденем. Мне кажется, это ненормально, потому что по госстандартам в училищах должно быть по 25 плюс градусов, чтобы нормально, комфортно учиться. Уже на следующий день после встречи Юрий Бездудный поставил этот вопрос перед руководителями образовательной сферы региона. На оперативном совещании главы с заместителями губернатора и руководителями профильных департаментов, указав ответственным лицам на недопустимость ситуации. Совещание прошло по видеоконференц-связи. Что, не знали, что нужно проверить систему отопления? Хороший хозяин перед зимой заклеивает окна или меняет окна. Проверяет систему отопления. Я сейчас поручу Павлу Александровичу подключить службу ЖКХ, проверить температуру теплоносителя, но с большой вероятностью окажется, что там будет нормальная температура теплоносителя. То есть, либо там зашлакованы эти батареи, но никто их не промыл, либо не заклеены окна. То есть, совершенно понятно, надо было подключить все, что можно было, проверить тепловизором, откуда утечка тепла происходит. Слушайте, ну это же совершенно недопустимо. Губернатор поручил руководителям профильных департаментов по вопросам ЖКХ и образования в оперативном порядке разобраться в проблеме и принять соответствующие меры. Еще один вопрос, прозвучавший на встрече со студентами, не остался незамеченным. Речь идет о сложносоставных рейсах в населенные пункты округа, такие как Наринмар-Каратайка, Усть-Кара, Амдерма. Отсутствие прямых рейсов на местных воздушных авиалиниях доставляет неудобства. Жителям поселков, как отмечают специалисты, в настоящее время наблюдается низкая загрузка авиапассажиров, что делает прямые полеты нерентабельными. Для того, чтобы у нас пустый борт не летел на Каратайку, в том числе на Усть-Кар, Амдерму, делается стыковочное. То есть, как только будет пассажирпоток возрастать, будут, конечно же, прямые рейсы. Таким образом, открытие прямых региональных авиарейсов в населенные пункты округа станет возможным при увеличении пассажиропотока.